Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема это Swagger. Мы создадим новый проект, установим туда Swagger, подключим возможность использования аутентификации на Identity Server, то есть на другом сервисе, и настроим все для того, чтобы это работало. И давайте приступать! Итак, давайте создадим новый проект. Где у нас новый проект? Пусть будет чистый опять, as product.net core web application, authorization, пусть будет Swagger, пусть будет пустой. Ну и первым делом, как вы понимаете, нужно настроить то, что я делал раньше. Так, сейчас Visual Studio установит все необходимые сборки. Так, давайте сразу удалим ненужные namespace. Не люблю мусор. Да пусть будет так. Так, и в общем, надо настроить немножечко проект. И здесь я сделаю... Здесь у меня будет чистый API, поэтому map controllers. Мне здесь UI не потребуется. Здесь, соответственно, services at controllers. Ну и для того, чтобы у меня... Ну, давайте пока сделаем по-простому. В общем, как обычно, сделаем controllers. Сделаем какой-нибудь API-контроллер. Сделаем его наследником от controller-base. Удалим ненужные сборки. Так, давайте установим пакет, который нам даст entity какие-нибудь, которые нам не нужно будет создавать. Давайте все-таки установим этот пакет. Так, manage packages. Колобонга demo classes. Вот. Пусть он у нас поработает. Отлично. Теперь здесь создадим конструктор. Хотя нет, там конструктор здесь не нужен. Нам здесь нужен private readonly. Нет. Ну, пусть будет list person. Давайте я его назову people. Да, давайте с подчеркиванием. И здесь мы его вот таким вот образом создадим. People get people. Вот так вот. Что-то я неправильно написал. Давайте я пишу правильно. Ну, и раз у нас уже есть какие-то люди, да, можно уже создавать, допустим, get all. Мы вернем здесь. Ну, не буду использовать operation result, как обычно. Просто var items равно. Ну, хотя давайте просто вернем все и все, чтобы побыстрее было. People. Ну, и второй метод, который я хочу создать, это get by id. Ну, вот как-то так. Тоже пусть будет окей. И здесь переведим. Так, у нас у персона есть id int. Отлично. Упс, не то нажал. Минус. Здесь int id и мы здесь будем делать var item какой-нибудь будет равен подчеркивание people. Ну, пусть будет. Давайте first or default id равен id. Ну, я не буду делать проверки. Вы понимаете, что это сейчас не принципиально. Поэтому есть, нету. В общем, вернули нул и до свидания. Все. Вот. Ну, и давайте тогда здесь вот напишем. Раз у нас это API, давайте пропишем здесь. Так, мышку отодвину. Контроллер. Контроллер. Action. Давайте запустим. Ага, стоп. Надо сначала установить, чтобы он запускался. Отставить. Отставить. Правой кнопкой. Properties. И здесь у нас тут. Тут у нас слагер. Не вижу. Вот он слагер. Тоже мы сделаем старт. Identity оставим. И все. Окей. Identity нам пригодится, поэтому пусть он остается. Так. И у нас страничка не открылась, потому что роуты не установлены. API get all. Да. Вот они наши все пользователи. Один, два, три, четыре, пять. Соответственно, get by id у нас. Ну, давайте роуты пропишем, чтобы можно было через слэш. И так, давайте здесь напишем слэш. Здесь напишем id. Можно даже поставить int. Это будет constraint. То есть, кроме int сюда ничего не пройдет. Давайте запустим. Итак, здесь API слэш. Get all. А вот это. Get by. Get id. Да, я как назвал-то. Как я его назвал? Я его назвал get by. Ну, да. Как-то я неправильно назвал. Давайте назовем правильно. Get by id. И да, action у нас будет правильно теперь называться. Давайте вернемся назад. Get by id. Напишем слэш. Три буквы. Невалидно. Слэш три. Пойдет. И раз у нас это все заработало, давайте теперь подключим свагер к нашей системе. Следующее, что нам нужно сделать, перейти на страницу установки нюгет пакетов. И мы устанавливаем свагер. Давайте сразу все свагеры установим. Нам нужен свагер ген. И свагер юай. Отлично, пакеты установлены. Теперь нужно всю эту штуку настроить. Так, первым делом нам нужно сделать следующее. Ну, во-первых, в сервисах нужно свагер настроить. свагер ген. Ну, давайте здесь напишем options. И пока оставим это в покое. И здесь у нас, ну, давайте вот здесь. Up use свагер. И up use свагер юай. Здесь у нас тоже будет некоторое количество настроек. Давайте с них и начнем. options. Итак, что нам нужно здесь указать? Нам нужно указать документ title. Ну, пусть он у нас называется очень просто. Title. Дальше. В options нам нужно указать. Ну, roll prefix можно не ставить. Ну, давайте поставим. Пусть он называется. Ну, пусть будет docs. Или manual. Ой, я тут тоже неправильно поставил. Вот так. Ну, пусть будет docs. Не принципиально. Options. Также нам здесь нужно добавить обязательно свагер endpoint. Это как раз то место, куда, собственно говоря, будет обращаться пользователь. То есть то, что мы будем открывать. Ну, я не буду выдумывать. Я сделаю как по умолчанию. Swagger. Слэш. Версия. Пусть будет один. Слэш. Swagger. Точка. Джейсон. Так. Дальше мне нужно указать еще заголовок. Это, ну, в смысле, название. Ну, пусть так же называется. Swagger. UI. DEMO. Дальше. Префикс у нас есть. Документ title есть. Нам нужен обязательно. Ну, хотя нет, пока не нужен. Давайте сделаем options. Документ expansion. Документ expansion. Ну, сделаем док. Давайте до листа сделаем. Вы потом поймете, о чем речь идет, когда будет понятно. Ну, да, каламур. Ну, сорян. Так. Ну, и пока на этом хватит. Теперь вернемся к этим options. И нам здесь нужно указать options, ну, swagger.doc. Нам нужно создать как раз тот самый доки. Так как я написал там версия, так, мышка мешается. Версия 1. Ну, на этом. То есть я имею в виду, что вот этот вот версия 1, он должен совпадать вот с этой версией 1. В противном случае может получиться неприятность. Ну, и здесь openapi.id.info мне успешно, любезно подсказывает Visual Studio. Здесь мы напишем description. Давайте напишем demo.swagger.api.v1. Дальше мне под... Ой, здесь запятая. И дальше какой-нибудь title. Это будет показано наверху. пусть будет swagger, пусть будет with identity server 4. Так, запятая. Ну, и версию давайте тоже поставим 1.0.0.0. Вот такую. Давайте запустим проект. Посмотрим, все ли я настроил правильно. Ну, естественно, у меня здесь ничего не откроется. Но есть я напишу docs. Ну, у нас открылся swagger, но он немножечко не работает. Наверное, что-то не донастроено. Ну, давайте донастроим. Ну, хотя я, наверное, зря на самом деле остановил проект. На самом деле можно было там самым и прочитать, что не так-то docs. Давайте запустим еще раз. Swagger-то у нас запустился. Все, у нас с настройками что-то. F12. Что у нас? Давайте еще раз вот так вот. F5. Здесь и... Ага. Вот, кстати, написано, что контроллеры должны иметь actionRequeredExplicitHttp метод. Ну, давайте это проделаем. Для этого нужно в API-контроллер сходить и написать httpget. И здесь, соответственно, httpget. Давайте запустим еще раз. Так, наверное, нужно поставить страничку для старта docs. Ну, и как вы видите, оба метода в нашем контроллере появились. API, есть getAll. Давайте нажмем getAll. Выполнить хочу. И у нас тут список из 36 пользователей. В общем, мы достигли определенной цели. Давайте вызовем там 36, например. И это Олеся Инженер. Ну, Инженер, видимо, фамилия. Хотя, не знаю. Но, не важно. В общем, у нас на этом этапе пока завершаемся и переключаемся в настройку авторизации. Давайте для начала все остановим. И даже все закроем. Для начала нам нужно подключить авторизацию. Делается, как вы помните, это очень просто. Здесь мы напишем services, нет, services, addAuthentication. Пока оставим так. И services, addAuthentication. Пока оставим так. Ну, и, соответственно, вот здесь между роутами useAndPoint нужно тоже добавить useAuthentication. Ну, ладно, авторизацию. И use... Не-не-не-нет. UseAuthentication. Пока тоже оставим, как есть. В общем, сейчас мы попробуем защитить наши контроллеры, наш контроллер атрибутом. Давайте только, вот, допустим, getBy... Нет, давайте getAll, чтобы не вставлять каждый раз авториз. Чтобы не каждый раз не втыкать идентификатор пользователя. Просто чтоб нажимать кнопку. Сейчас я запущу. И, соответственно, мне система выдаст парочку-тройку ошибок. Вернее, одна из них главная будет говорить о том, что у нас не выбрана схема аутентификации. Ну, и, в общем, нам придется ее настроить. Так, давайте я все-таки первым делом добавлю информацию для старта, чтобы не набирать каждый раз док. Я бы здесь... Ох! И этот экспорт... Иис удалю. И здесь напишу... Launch URL... Пусть будет docs. Запятая, давайте в 5. Ну, в общем-то, получилось. Давайте теперь проверим, что у нас эта штука не работает. Ну, а как вы видите, мы уже эту схему... Мы уже эту ошибку встречали не раз в предыдущих проектах. У нас не указана схема аутентификации. И, соответственно, для того, чтобы ее указать, нужно вот эту штуку прописать. Или, собственно говоря, вот эту. Вот эту штуку мы будем использовать. И давайте с этого и начнем. Для начала вернемся в настройки и поставим, что у нас это Authentication. Authentication. Ну, давайте будем использовать Options. Здесь пропишем, что у нас схема аутентификации. Default схема. Это будет GVT. Ну, давайте будем использовать Identity. А, у нас еще от Identity ничего нет. Давайте тогда добавим в этот nugget пакет. Опс. Не то, что я нажал. Да, давайте добавим в тот самый пакет. Если вы помните, он называется Identity. Вот он. Access Token Validation. Identity 4. Install. Да, хочу. Дабл-кликом переходим на то место, где нам это нужно настроить. И здесь пишем Identity Server. Опс. Identity Server Default. Вот она. И здесь у нас схема аутентификации. Если я наведу на схему, то вы видите, что... Давайте я F12 нажму, чтобы было понятно. Мы используем Barrow подход, соответственно. И нам теперь нужно все это основное настроить. Тут, помимо того, что у нас есть схема основной аутентификации, мне нужно указать Challenge схемы. Это будет та же самая схема, потому что мы будем ходить вызывать Challenge на другом сервере. И напишу еще Options. Схема аутентификации у нас тоже будет Identity Server. Это важно, на самом деле. Если вы что-то из этого не поставите, то вряд ли у вас это все, так сказать, взлетит. Ну и раз мы установили нужный нам пакет, который называется Identity Server, мы можем здесь написать Add Identity Server Authentication. Смотрите, на сайте Identity Server написано, что этот экстеншен, он ничто иное, как надстройка некоторая на JVT Bearer схему. То есть на использовании JVT Bearer. То есть там еще некоторые дополнительные фишечки полезные добавлены. Как тут кэширование. Ну и в общем-то, если достаточно поставить один на Git пакет, зачем вставить другие, если можно использовать вот этот. И я, собственно говоря, его сейчас настрою. И здесь мне очень важно указать Options. Не то нажал. Options. Мне нужно указать API Name. Я пока его оставлю пустым. Options мне обязательно указать Authority. Это, ну я точно знаю, что это HTTP, с двоеточие, localhost. Localhost, правильно. И 100001. То есть это то, где мы будем авторизовываться. Ну и еще, так как мы не будем использовать метадату, я тоже хочу поставить False. Ну, что касается API Name, давайте API Name, допустим, ну пусть это будет Swagger API. Давайте вот так напишем. И сейчас мы должны запустить еще раз проект, проверить, что у нас эта ошибка исчезла. Я нажимаю Get All. И теперь у нас ошибка исчезла, но появилась уже Unauthorized. То есть 401 у нас не авторизован. WAuthenticate Bearer. В общем, все, что нужно было. Давайте продолжим настроечку. Так, для того, чтобы нам настроить, нам добавить нужны некоторые параметры. И первое, это обязательная штука, называется Options Add Security Definition. То есть мы должны сказать Swagger, что для того, чтобы он достучался до какого-то метода, нужно получить, собственно говоря, токен. И для этого нужно указать oaos2, я буду писать. Потому что я эту схему буду использовать, запятая. И теперь мне нужно здесь как раз эту схему определить. Отлично. Пока раз все у меня подсветилось. И первым делом мне нужно указать Type. Этот Type у нас будет Security Type, в данном случае aos. Я хочу показать, почему. Ну, наверное, чуть попозже. Давайте Flows нам нужно задать. Давайте вот так сделаем. И здесь напишем. Flows у нас будет паспорт. И, соответственно, здесь мы должны выбрать вот таким вот образом. Здесь нам нужно указать, да, почему у нас тут есть. У нас здесь есть токен URL. И в моем случае это будет new URL. Как вы помните, HTTPS двоеточие два слэша local host двоеточие 1001. И URL у нас лежит в connect slash token. Как это найти? На самом деле, давайте вот так покажу. Как вы помните, в одной из предыдущих серий я показывал вот этот вот URL, так называемый. Well-known OpenID Configuration. Это задокументированный, то есть URL, да, который остается в OpenID Connect спецификации. И вот Discovery метод вот этот вот как раз и показывает то, что есть вообще на сервере. И, в общем-то, речь шла вот об этом connect token, который я и подключил. Ну и раз мы переключились уже в спецификацию, я бы хотел показать, почему мы используем не OpenID конфигурацию для подключения в слагере, а используем непосредственно GVT токен. В общем, каждый раз придется заводить никаких токенов. Потому что на данный момент слагер не поддерживает эту самую OpenID Connect. И люди, видимо, работают, рекомендуют смотреть это вот здесь. Ну и давайте вернемся в нашу студию, вернее в мою студию. Так, и здесь мне нужно указать скоп, который... Ну, давайте я задам через директорию. New dictionary string string, хороший вариант. И здесь напишем, собственно, мне здесь нужно написать название скопа, на который я буду получать вот этот самый токен. Ну, а я напишу вот таким вот образом Swagger API One. Это говорит о том, что мое аппликейшн будет получать токены для самого себя. Ну, то есть я буду получать токены для вот конкретно только этого приложения, для этого проекта. И, в общем-то, если вам потребуются другие токены, ну, в смысле, скопы, то вы их здесь можете прописать. Ну, давайте здесь напишем, так вот, Swagger API Demo какой-нибудь там, я не знаю, ну, пусть будет так. Ну, и теперь пришло время запустить всю эту штуку. У нас должна появиться как минимум одна дополнительная кнопочка. Так, давайте я спецификации закрою. Да, вот появилась кнопка Afterize, и по ее нажатию я здесь вот, у меня он подставил мои какие-то это. И Client ID, и Client Secret, как вы помните, мы их еще не создавали, давайте их создадим. Итак, давайте переключимся в Identity Server, найдем нашу конфигурацию, и давайте просто заново новую создадим. Не будем использовать предыдущие версии, но, в общем-то, я так делаю, а вы можете настроить себе как хотите. Итак, нам нужно что? Ну, во-первых, нам нужен, естественно, Client ID. Client ID, пусть он называется Client ID Swagger. Дальше нам обязательно потребуется, хотя Client Secret можно отключить, но я тоже его использую. Ну, просто на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные, вот, поэтому я тоже буду здесь его использовать. Так, New Secret, пусть называется Client Secret Swagger. Здесь напишем ToShad256. Так, сделаем, запятая. Здесь нам также потребуется обязательно указать Allow Grants. Сейчас найду. Grand Types. И здесь я буду использовать, как вы понимаете, не код, который не поддерживается в своей игре. Я буду использовать Grand Types и здесь есть такой ресурс Owner. Ну, то есть по паролю будем получать идентификатор, ой, в смысле, токен. Так, я зря поставил скобки, потому что здесь уже коллекция и так есть, запятая. Также нам потребуется здесь указать Allow, ну, давайте пока не будем это указывать, давайте укажем Required Client Secret, мы не будем указывать. Так, что нам еще сюда нужно? А, скоб, нам нужно скоб указать. Нет. А вот Scopes. Ну, как раз тот скоб, который я указал в самом сервисе, давайте покажу. Вот, Swagger API, давайте я его скопирую даже и первым делом укажу его, чтобы точно не забыть. Также, возможно, сюда потребуется Identity, Server Constance, Standard Scopes. Ну, можно поставить ID. Давайте еще поставим Profile. Ну, в общем, на самом деле вы скобу можете поставить, какие хотите, главное, чтобы был вот этот вот. И, в общем-то, на этом, наверное, пока все. Единственное, что мне нужно запомнить, это то, какой скоб я поставил и какой секрет. Надо вернуться обратно в настройку Swagger. И вот здесь вот я оставил специальное место. Здесь я пропишу Options. Здесь нам нужен AOS Client ID, соответственно, Client ID Swagger. Да, и такой же, ну, пусть будет секрет, Client Secret. Здесь, соответственно, секрет Swagger. Ну, давайте запустим еще разочек эту всю штуку. Давайте нажмем AutoRise. Так, ну, как вы помните, пользователь у меня User. Я сотру то, что мне подставляет. Здесь поставлю 1, 2, 3 QA, если не помните. Здесь выберем... Посмотрите, поставился, кстати, Swagger ID. Здесь тот самый клиент. Выбрался Swagger, я нажимаю AutoRise. И у меня произошла какая-то ошибка. Ну, и, в общем-то, вот та ошибка, которая как бы запрограммирована. Я сразу не стал добавлять. Я просто решил вам показать, что из чего выплывает. Вот тот самый Cores. Мы останавливаем проект. И добавляем в Identity Server информацию о том, какой курс у нас разрешен. То есть, какие оригинны. В моем варианте это... Забыл, какой я адрес. Давайте посмотрим. Так, Altenter. У меня адрес здесь... 5000. Ну, не очень. Давайте поставим 7. Потому что у меня в предыдущих проектах уже был. Используем 5000. Поэтому я поставлю 7. И здесь, соответственно, напишу htp.htps.2. Слэша. Localhost. Двоеточие 7001. Нет, 7001. Здесь поставить нужно запятую. И еще раз запустим проект. Давайте еще раз нажмем вход. User. 123. Slash. Quay. Заводим Swagger. Invalid.scope. Ну, давайте посмотрим. Теперь уже Cores у нас не появляется. Единственное, что у нас появилась другая ошибка, которая говорит Invalid.scope. Ну, а внимательный зритель наверняка вспомнит, что скоп-то я придумал придумать, а добавить не добавил. В список ресурсов. До этого давайте перейдем к конфигурации Identity сервера. У нас вот скоп я придумал назвать. А в общей скопе, вот здесь вот, его нет. Поэтому его нужно добавить сюда в общий разрешенный ресурс. Я вот это как раз сейчас и сделаю. Здесь поставлю запятую. И давайте еще раз запустим проект. Посмотрим, что теперь действительно должно все работать. Давайте я закрою эту форму старую. Нажму еще раз авторась. Ну, и как видите, авторизация произошла. Мы получили токен. Давайте я вам покажу, что... Вот он, кстати, токен. Ну, я не буду целиком показывать. Вы представляете, что такое GVT формат. Ну, и в общем, что у нас теперь осталось. Если я сейчас вызову какой-то метод, у меня до сих пор не будет работать. Ну, и в общем, как видите, она действительно не работает. Вопрос остался в следующем. Добавить-то авторизацию, как бы, definition я добавил, но я ее на самом деле нигде не использую. И давайте сейчас это проделаем. Я сделаю options add security. Ну, вернее, definition мы добавили, а теперь нужно добавить requirement. New security requirement. И здесь нужно, ну, добавить, собственно говоря, то, как мы это будем проверять. Мы будем проверять по схеме. Схему мы будем использовать. Ну, в общем, давайте я напишу некоторое количество букв здесь. Здесь. Ну, и парочка слов про вот этот вот самый requirement. Смотрите, здесь, если мы указываем OS 2.0, а именно ему его указали, то тогда вот этот вот самый, как его называют, лист, он должен быть пустой. То есть он должен быть пустой, и я его, собственно говоря, пустым и оставляю. Ну, и, в общем, здесь уже, наверное, все. Ну, единственное, что на самом деле настраивать вот этот вот атрибут авторайз, там уже по ролям доступ, это уже более детальная информация, я это пока опущу. И сейчас мы просто запустим приложение, проверим, что это действительно работает. Надо еще сказать, что мы отправляем скопы. Так, давайте заново авторизуемся полностью. Даже если не указывать скоп, давайте я его сейчас не укажу. Смотрите, авторизация произошла, но даже не так вам покажу. Смотрите, логов. И снова логин. Смотрите, в токен, который мы сейчас вот получили только что, уже информация про скоп Ctrl-C, GVT, она уже действует. Собственно говоря, поэтому галочку о том, что мы хотим именно в этот скоп получить, нам не нужно. Вот, видите, свагер. То есть, вы, в принципе, можете настроить так, как вы хотите, так, как вам удобно. Можно настроить, что нужно выбрать обязательно конкретный скоп. Кстати, его можно отсюда убрать. То есть, я его могу... Давайте я покажу, как его убрать. Вот этот вот скоп, да, то есть, вот этот вот авторизация. Мы этот скоп отсюда, если уберем, то он, в принципе, в списке не появится. Вот, ну, просто это удобно, когда уже ты просто получаешь то, что нужно. То есть, весь скоп автоматический. И тогда не нужно здесь вот лишнюю галку ставить. Я нажимаю вход, нажимаю Get All. Я получаю всех пользователей. Ну, в общем, что и требовалось доказать. Ну, и, собственно говоря, если нажму выход, нажму Close и снова вызову все, то я буду не авторизован. Ну, на этом давайте, наверное, заканчивать, потому что что-то видео, я думал, коротенькое, а получилось очень длинное. И, собственно говоря, спасибо большое. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok